Добро пожаловать на канал сам себе мастер, его ведущий Артошин Александр. Здесь вы найдете подробные инструкции по заправке картриджей, а также ремонту принтеров и инфу. Начнем пожалуй. Перед просмотром подпишитесь на канал, в конце оставьте комментарий, если понравилось поставьте лайк. После включения RECO SP150 мигают оба индикатора, на мониторе видим ошибку SC542, это ошибка термоблока, соответственно надо его снять и посмотреть в чем дело. Вынимаем картридж, переворачиваем принтер и откручиваем все винты, которые видим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Снимаем маленькую крышку, приподнимаем корпус примерно на 2 см. И теперь отключаем панель управления. Затем полностью снимаем корпус. Откручиваем три винта, чтобы освободить плату. Отодвигаем плату и отсоединяем провод питания печки. Откручиваем винт и снимаем шестеренку. Откручиваем еще три винта. Снимаем эксцентрик, который разводит прижимной и тефлоновые валы. Сдвигаем планку и извлекаем из нее провод. Откручиваем панель управления печки. Откручиваем панель управления печки. Разворачиваем принтер. Откручиваем винты и снимаем прижимные планки вентилятора. Откручиваем панель управления печки. Отодвигаем вентилятор. Откручиваем панель управления печки. Откручиваем хомуты и извлекаем из них смотки проводов. Откручиваем панель управления печки. Откручиваем панель управления печки. которые держат печку. Немного сдвигаем печку и извлекаем провод датчика выхода бумаги. Теперь вынимаем печку. Для начала снимем термодатчик. Посмотрим в каком он состоянии. Откручиваем винт. Извлекаем провод из направляющих. И снимаем термодатчик. Вот и причина ошибки. Налипший тонер. Надо его аккуратно снять растворителем. Вот так он выглядит после чистки. Ставим датчик на место. Фиксируем его винтом. Провод заводим по направляющим. Продолжение следует. Теперь надо поставить печку и проверить. Продеваем провод через отверстие. Вставляем печку, но не до конца. Продеваем провод датчика температуры, подключаем датчик выхода бумаги. Переставляем печку до упора, закручиваем 4 винта. Проводим провод по направляющим. Ставим планку на место. Провод подключаем к плате. Крепим плату тремя винтами. Теперь закручиваем 3 винта. Ставим экцентрик. Проверяем, как он работает. И оставляем в этом положении. Теперь ставим шестеренку. Стрелочки должны совпадать. И крепим ее винтом. Проверяем. С этой стороны все готово, переходим на другую сторону. Здесь подключаем термодатчик. Заводим все провода в хомуты. Затем защелкиваем их. Ставим вентилятор на место. Крепим прижимными планками. Закручиваем в них винты. С этой стороны тоже все готово. Надеваем корпус, но не до конца. подключаем панель управления. Подключаем панель управления. И закручиваем все винты. Поддержи проект. Жми подписаться. Поставь лайк и оставь комментарий. Осталось проверить. Подключаем принтер к сети. Вставляем картридж и бумагу. Включаем. Подключаем панель управления. Подключаем панель управления. Подключаем панель управления. Когда принтер вышел в готовность. Нажимаем три раза кнопку включения. Распечатываются тестовые страницы. Как видим принтер работает. Все получилось. Если понравилось ставим лайк. Подписывайтесь на канал. Оставляем комментарий. До новых встреч.